Оставить заявку на проверку качества воды в колодцах, оценить состояние детской площадки или выбрать место под контейнерную площадку. Несмотря на сильный проливной дождь, люди продолжают приезжать в территориальное управление населенного пункта. В Лунево начала работу выездная администрация. На протяжении шести дней наши съемочные группы работали в Луневском, где специалисты Химкинской администрации вели прием по разным направлениям. В январе этого года поселение стало частью городского округа. Именно поэтому глава Дмитрий Волошин решил провести первую выездную администрацию сезона именно здесь. Вместе с территорией пришли и сотни нерешенных вопросов. Возвращение – это наш курс работы в дальнейшее время. Знаете, куда нам идти? Вектор задали жители. Олег Янин из деревни Паярково пришел на прием с просьбой отремонтировать дорогу и починить фонарные столбы. Вместе со специалистом профильного управления сразу выехали на место. На всех улицах есть фонари, но ни один фонарь не работает. Все просьбы зафиксировали, список необходимых работ составили. Олег Янин встречей остался доволен. Всегда надо общаться вживую, чтобы смотреть собеседнику в глаза. Тогда хотя диалог будет понятен друг другу. Понятным и конструктивным диалог с представителями власти оказался и у Екатерины Гавриковой. Жительнице Лунево удалось разобраться сразу с несколькими вопросами. Вот сразу, например, МБУ позвонили, сказали поставить скамейки у нас в парк. Там детские площадки, где ограждение сломано, обещали сделать. Поднимало вопрос с управлением ЖКХ по поводу возмещения пенсионерам оплаты по коммунальным услугам. От имени всех соседей с просьбой отремонтировать детскую площадку к специалистам обратился председатель совета улиц деревни Шемякино Антон Захаров. Также он попросил обратить внимание властей на состояние воды в колодцах и обустройство контейнерных площадок в населенном пункте. Это идеальный формат, потому что есть возможность показать. Не просто на бумажке это написать, а именно показать, что вот проблема, посмотрите на нее. Жители шли на прием не только с вопросами по ремонту, благоустройству или жилищно-коммунальному хозяйству. К представителям администрации обращались и за юридической помощью. Любовь Козлова, например, проконсультировалась, как обновить жилищные документы. До этого ни у кого не могла выяснить, где это находится. Очень хорошо. Спасибо. Еще одна задача, которую предстоит решить профильным ведомством – транспортная доступность Луневского. Перед началом работы выездной администрации в телеграм-канале главы Химок Дмитрия Волошина прошло голосование по самым важным вопросам, требующим незамедлительного решения. Большинство пользователей оставили свой голос в графе «Дороги и общественный транспорт». Жители обращаются на нарушение графика движения муниципального маршрута номер 36, который следует от Сходни до Лунева. Отделом транспорта взята на контроль транспортная работа перевозчика. Перевозчику дано указание усилить технический контроль за подвижным составом и провести повторный инструктаж с водительским составом о правилах пассажирских перевозок. По словам жителей Луневского, выездная администрация – оптимальный формат встреч для того, чтобы решить все волнующие вопросы. Безусловно, не всегда людям удобно, допустим, в рабочее время отпроситься с работы, выехать на прием к заместителям, к курирующим. Поэтому удобнее, конечно, приезжать в территориальное управление. За шесть дней работы выездной администрации к специалистам обратились более 300 человек. Сотрудники профильных управлений обработали более 500 запросов. Выездная администрация доказала свою эффективность и продуктивность. Андрей Липанов, Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости. Химки ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...